Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке последний день на земле. Сегодня я буду проходить первый этаж бункера, я увидел один очень интересный способ прохождения у зарубежного ютубера. Я, как обычно, ссылку оставлю в описании, я, в общем-то, всегда, если что-то у кого-то беру, то ссылку в описании, естественно, оставляю. Собственно, ребята, в чём весь прикол? Он прошёл это всё, знаете-ка, таким способом, очень интересным, потому что ему не пришлось убивать вообще абсолютно ни одного яростного гиганта. То есть этот способ будет реально клёвый, и вам не придётся тратить кучу оружия, кучу огнестрел и так далее. Да, ещё прикол в том, что он огнестрел тоже не тратил, это тоже очень немаловажный факт, и вам, как бы, для этого всего понадобится только оружие ближнего боя, достаточно много, честно говоря, хилок, потому что турельку придётся убивать именно сблизи, так что, не знаю, если у вас хилки есть, а оружия, например, нет, то вполне этот способ вам подойдёт. Вот, ну и, собственно, давайте, что ли, начнём проходить, мне тоже нужно немножко это всё вспоминать, сейчас вместе с вами я тоже это всё сделаю. Ох ты, снова у меня случился этот баг, когда зомби, фиг пойми, куда улетел. Ну, здесь мы спокойно этих зомбарей убиваем, я всегда здесь, как бы, кувалду использую, в этом ничего сложного нет. Дальше он здесь вообще никого не убивал и просто ждал, когда тот зомбарь на него придёт, то есть здесь толстячок ходит, я, кстати, на него, наверное, эту кувалду добью. Вот, и мне ещё многие писали попробовать открыть эту дверь, то есть вы видите, я отсюда отхожу, у меня рука пропадает, я подхожу к этой двери, она появляется, я нажимаю, нифига не происходит, конечно. Но сам факт того, что это существует, я вам показал. И многие мне, кстати, об этом пишут, ладно, тут у нас этот толстяк на меня идёт, я тогда токсичного зомби по фасту убью. И, блин, серьёзно, кувалда ещё не сломалась, это как-то очень странно. Ну, ладно, придётся, наверное, сейчас её добивать и потом уже быстро меняться на разрушитель, возьму его в быстрый слот тогда. Просто уж надо истратить эту кувалду, что я с ней ещё-то сделаю. Вот, ну и, собственно, по хилу вы видите всё, что я взял, это немножко вяленого мяса, полтора стака морковки и целый стак этих бинтов. Вот, собственно, всё, это, по идее, без доната добыто. Но, блин, я на этом аккаунте не могу говорить, что здесь что-то добыто без доната, потому что, как бы, на этом аккаунте был донат и 100% это добыто с помощью доната. То есть, если хоть раз был донат, то, значит, это с помощью доната. Если его ни разу не было, то, значит, это без доната. То есть, я считаю то, что вот это вот будет самым честным. Так что, всё-таки, с помощью доната, но это я не просто из почты взял вот эти все вещи, я это всё взял из своего ящика, который у меня хранится дома. Ладно, этих мы убиваем. Идём дальше тихонечко. Там на зомби, а с этими верхними зомби мы вообще по идее ничего не делаем, мы можем спокойно этот ящик заутать. То есть, вот эти вот верхние, это самые такие зомбари, которых можно вообще никогда не трогать. Тут у нас ещё немного хило будет, это мне, естественно, не помешает. Здесь лучше всего по стелусу проходить, если случайно как-нибудь неудачно пробежите, то они на вас заагрятся. Блин, чёрт возьми, не то открыл. Окей, идём теперь этих убиваем. Этих как бы спокойненько можно убить. Всё отлично, теперь разбираемся с этим бегуном. Можно даже не использовать этот баг. Ещё, кстати, ребята, что я вам хотел сказать. У нас здесь яростный гигант очень смешной. Весь прикол в том, что этого яростного гиганта теперь почему-то я не могу заагрить с помощью пушки. То есть, смотрите, давайте я в почту зайду, просто вам покажу это всё. Мне вот показалось то, что после последнего обновления в него не достают пушки. Хотя, может быть, М-ка достанет. А, нет, вот М-ка достаёт. Походу, в тот раз у меня дробовик просто не доставал. Я понял, в чём прикол. Но, по идее, вы его можете не убивать. Давайте я вам покажу на примере того, когда мы не будем использовать оружие. Так, всё. Мы его заагрели. То есть, огнестрел мы не используем. По идее, я вам просто хотел показать, проверить. То, на самом деле, всё-таки тогда просто с дробовика достаточно далеко всё это было. Из-за этого я не достал до него. Я понял. Ну и, собственно, смотрите. Вы просто открываете дверь, и он на вас агрится. Ведём мы его просто в самый конец коридора. Это нам нужно. Это важно как бы сделать. Вот. А в этом и заключается суть тактики. Потихоньку, потихоньку. Можете вот так же, как я, в режиме приседа идти. Мне так больше нравится, на самом деле. Я никуда не тороплюсь, и он за мной прям бежит. То есть, это вполне нормально. Ну, как бежит? Тихонько идёт, конечно. Ну, ничего. Идём, идём. Он идёт также за нами. Ничего в этом страшного. Нет, конечно, мы, по идее, можем и здесь пройти, чтобы он как бы оказался вообще далеко-далеко. Но я это делать не буду. То есть, это будет достаточно долго. И как бы не особо нам это нужно. Нам должно хватить того времени, которое он будет возвращаться именно с этого места. Здесь я аккуратно пробегаю. Самое главное, тех трёх тоже не заагреть. И мы идём, получается, к этой, к турельке. Сейчас я беру, наверное, разрушитель. Я вообще, честно говоря, с ближним оружием не особо дружу. Но как бы придётся именно ближним оружием убивать. Потому что в этом и заключается суть тактики. Так, так. Ну, аккуратненько убиваем эту турельку. Так, самое главное не сдохнуть. Потому что я это могу, умею. Практикую, так сказать. И, в общем-то, забираем лут. Потом у нас здесь появляется... Ну, как появляется? Здесь у нас ещё есть один яростный гигант. Это мы его по фасту агрим, пока тот ещё не пришёл. И нам нужно... Ага, тайминг я нифига не словил. Тайминг я нифига не словил. Сейчас мне придётся выйти из игры. Ладно, давайте мы это делаем. Выходим, как обычно, из игры. Я это всё осворачиваю. Тайминг я, увы, не словил. Но всё равно, в итоге, я никого не убил. А мне это не пришлось делать. Придётся, короче, делать немножко по-другому. Сейчас вам покажу, как. Вот, ну, турельку мы уже убили. Это самое главное. То есть, я с ней уже справился. Это хорошо. Это мне не нужно. Заходим обратно в бункер. Вот, по идее, если я его уведу прям до самого конца, по тому коридору с руками этими странами, то мы должны словить тайминг и убежать именно в тот момент, когда тот дойдёт прям, получается, я успеваю выбежать. И тогда я агрю их именно двоих. Вот тогда вполне, может быть, тайминг я поймаю. Но сейчас у меня не особо это получилось. Так что, увы, как бы, и ах, так скажем. Ну, ладно. Короче, можно ещё раз, естественно, это всё сделать. Ничего страшного в этом нет. Хотя, по идее, сейчас могу его просто до этой комнаты довести. И сейчас я уже турельку уже не буду убивать. И спокойно тайминг смогу поймать. Мне кажется, так можно вполне спокойно сделать. Хотя, знаете, даже можно по-другому. А нет, по-другому я не сделаю. Мне придётся именно его увести. И мне кажется, то, что он у меня всегда будет агриться, потому что я ему немного урона нанёс, когда я буду хотя бы вблизь хоть как-то подходить. Ну, короче, сейчас мне придётся достаточно его недалеко уводить. Но потом сразу двоих мне придётся именно в самый последний коридор, я так думаю. Так что, не знаю. Походу, всё-таки да. Но, блин, эта тактика долгая. Но всё-таки мы сможем всё сделать, не используя никакого огнестрела, не трогая ни одного яростного гиганта. И мне кажется, то, что это как бы окупает вот это затраченное время. То есть, мы понимаем то, что немногие игроки всё равно даже на данный момент игры могут спокойно заутать первый этаж. А те, кто могут, как бы им эта тактика, естественно, по идее не нужна. Хотя, ну, если экономите, то, может быть, тоже эта тактика вам пригодится. Ладно. А быстро мы здесь оббегаем. Здесь мы также пробегаем. Хорошо. Всё пока что. А тайминг вроде бы у меня хороший. Но, блин, вот здесь вот мне главное не затупить очень долго. Так, давай-давай-давай. Яростный гигантик. Всё отлично. Мы его заагрили. Это самое главное. Сейчас мне главное вот отсюда выйти, чтобы тот на меня не успел прийти. Ждём, короче, другого. И этот сейчас должен через главную дорогу прийти. И как бы я сразу двоих агрю и в этот проход захожу. Вот видите? Сейчас тайминг более-менее хороший. Сейчас сразу вдвоём они на меня пойдут. Вот чем не замечательно? То есть, тайминг отличный. Вы можете так спокойно сделать. Он даже немного застопился. Ну и, собственно, сейчас мы их ведём просто в самый конец. Прям в самый-самый конец. Потому что мне нужно будет за это время убить всех зомби, которые будут находиться в коридоре, который с турелькой, которую мы, кстати, тоже трогать не будем. Вот, то есть, мне там придётся именно всех зомби мочкануть. Причём там ещё будет один яростный гигант, который нам тоже немножко будет мешать. Но это не самая главная проблема, потому что всё равно мы от него потом убежим. И на данный момент я потратил буквально немножко морковки. Честно говоря, не помню сколько. Ну давай сейчас ещё одну истратим. И потратил всего лишь... Сколько бинтов-то? Так, получается, если три... Ну, значит, бинтов я потратил семь. Ну, я не знаю. Пока что-то более-менее нормально. Кстати, забыл сказать по поводу брони. У меня именно военный комплект полный. Я решил взять именно такую броню. И давайте-ка я возьму себе немного воды и всю её сразу выпью. Потому что... Ну ладно, не всю. Немножко оставим. Потому что у меня что-то по жажде всё не особо хорошо. И сейчас я здесь стою и дожидаюсь, пока эти двое до меня дойдут. То есть ждём. И потом я их должен буду как-нибудь профессионально оббежать. Чтобы они меня не тронули. Я думаю, так будет правильнее всего сделать. Так, ну только как это всё осуществить, я пока что не знаю. Так, ну смотрите-ка. Они по таймингу не особо круто как бы для меня здесь стали. Так, отлично. Я пробегаю. Всё, они меня не трогают. Теперь мне главное сейчас нормально здесь всё пройти. Потом убить тех зомби. Если времени не хватит, то я в любой момент могу выйти из игры. Если время хватает, то я могу из игры не выходить. Как бы и не снова их куда-нибудь не уводить там и так далее. Можно спокойно так сделать. Ну давайте пробуем. Тактика рисковая. Тактика очень рисковая. Даже тот парень, который её показывал, писал то, что она очень рисковая. Многие говорили в комментах то, что рисковая. Но блин. Мне кажется, она окупает то, что вы тратите на эту тактику без её использования. Так что вполне можно использовать. Такс. Здесь вносим немножко урона. Здесь я баг немного заузал. Но ничего в этом страшного нет. Даже два раза получилось. Нифига себе. Ладно, этих тоже убиваем. Ну ладно. Не получилось мне ещё один раз этот баг показать. Ну ладно, ничего страшного как бы. Самое главное то, что получилось убить этих зомбарей. Самое главное толстого толстяка. И два раза нанести тройной урон. То есть это тоже немаловажно. И я истратил гораздо меньше хила. Теперь мы оббегаем эту всю тему. Здесь у нас ещё есть бегуны, которых мне тоже надо убить по идее. Так, блин. Здесь очень много яростных гигантов. Сейчас они все на меня будут бежать. Так. Ну давайте, давайте, давайте. Сейчас мы их убьём. Всё отлично. Здесь мы справляемся. Сейчас мне как надо поступить-то? Нет, здесь я не смогу. С турелька сейчас по мне постреляет немножко. Так. Эту тему я всю прохожу. Всё. Дальше я их оббегаю. Я, наверное, заморачиваться не буду. Так. А здесь у меня немножечко этого парка. Так, так, так. Всё отрегенились. Этот на меня не бежит. И я просто открываю терминал. Ну и всё. В общем-то, на этом тактика всё исчерпывает себя как бы. Вы сами видите. То есть я ни одного яростного гиганта не убил. Ухожу на нулевой этаж. И всё. Всё залутано, друзья. Просто-напросто всё залутано. Ну как всё залутано? Мы сейчас должны, конечно, одну комнату всё равно зачистить. Но вы знаете, и без меня как её спокойно чистить. Хотя, давайте я вам её покажу. Почему бы нет? Зачистку той комнаты, которая нам тоже, по идее, нужна. Спускаемся на первый этаж. Вы видели. То есть я сейчас очень быстро пробежал. Тактика рисковая. Но она всё-таки действует. Она работает. И это очень-очень круто. Конечно, вам броня понадобится нормальная, чтобы того яростного гиганта пробежать. Ну, наверное, у всех уж найдётся такая броня. Хотя бы раздолбанная. Вам как бы на один удар ничего страшного. Хоть раздолбанная, но у вас по-любому должна быть. Ведь хоть вы вот в этом даже бункере альфа на первом этаже с самого начала сможете её спокойно взять. Ну и, собственно, смотрим. Токсичный толстяк сейчас разворачивается. И тогда я ему наношу тройной урон. Возможно, получится баг сделать. Нет, не получилось. Ладно, ничего страшного. Убиваем здесь. Отлично. И теперь у меня есть разрушитель полный. Я его беру, пожалуй. Возьму, наверное, морковку. Потому что на меня будет очень много монстриков бежать. И сейчас я их всех буду валить потихоньку, потихоньку. Там ещё, кстати, один яростный гигант есть. Это тоже тема не особо крутая. Вот. Ладно, ждём. Кто там на меня бежит-то следующий. И эти бегуны просто все. Полным-полно всех, блин. Сейчас мне придётся использовать вот этот вот проход. Он не особо для меня приятный. Но ничего не поделаешь, как бы. Так. Самое главное успевать регениться. Ой, они сейчас меня догонят. Так. Блин. Это очень рисково. Что сейчас я делаю? Это очень рисково, ребята. Вот здесь вот я немного затупил. Яростный гигант не успел ударить. Отлично. Всё. Теперь я выхожу из игры. Так. Отлично. Я полностью выхожу. И сейчас я перезахожу и смотрю, сколько у них осталось там ПХП. На самом деле, в проход лучше не идите. Сколько урона успели нанести в этот проход не идите. То есть до него всё, что успели, потом выходите. Так будет гораздо экономнее по хилкам, честно говоря. Так что этот шаг не особо правильный. Всё. Ребята, решено. То есть вы лучше убивайте именно до этого прохода. Сколько сможете ударить, и потом выходите, и всё. Заново всё делайте. Как бы в этом проблем никаких не будет. Потому что хилок придётся очень много потратить. Так. Ну и давайте остатки мы добьём. Сейчас бегуна здесь. Блин. Почему-то я иногда не успеваю урон нормально нанести. Это меня расстраивает. Так. Отлично. Токсичный ещё бежит на меня. Убиваем. Бегуна сняли. Ещё один токсичный остался. Ну как один. Как бы два. Но по хп у одного не особо много. Всё. Я выхожу снова. По хилкам не особо много потратил. Отлично. Смотрим дальше. Сейчас у нас по идее два токсичных толстяка, которые достаточно слабые по хп. И потом яростный гигант, которого мне придётся немножко потроллить, побегать с ним. И тогда я спокойно уже смогу залутать. И ту комнату, которую у меня с калашом. Там либо же с эмкой, с дробашом. Как повезёт, короче. Не 100% то, что там выпадет калаш. Но всё-таки шанс на это есть. И все привыкли называть эту комнату с калашом. Так что я тоже так буду делать. Ну и что, побежали давайте. Токсичный толстяк, которого мы одного почти убиваем. Блин, у меня ещё хилок не особо много-то осталось. Так, добили одного. Ещё второй остался на три удара где-то. Окей, один есть удар. Блин, а этот очень близко. Яростный гигант, чё-то. Ладно, у меня есть, короче, один прикол. Ой, блин. Ну тут я зафейлил, короче. С этим ничего не подержишь. Хотя я мог просто выйти. Зачем я это сделал? Ладно, пофиг. Я уже как бы нажал на кнопку воскреснуть. Сейчас я быстро до туда добегаю. Собираю свои вещи. В этом ничего страшного нет. То есть, ну как бы я зафейлил. Ничего такого. Ничего такого. Вы можете не фейлить. А хотя, блин, я умер-то в таком месте, куда я спокойно смогу вернуться и забрать все вещи. Меня даже трогать-то никто не будет. Вот, конечно, энергию придётся потратить. Но ничего страшного. Энергия всё-таки со временем восстанавливается. А вещи просто так со временем у вас новые не появятся. То есть, которые вы сможете использовать для лутания бункера. Так что в этом плане эта тактика просто божественная. Мне, кстати, интересно, сколько всего сносит АХП этот яростный в этой военной броне. Потому что у меня было 8,7 и он мне с одного удара всё вынес. Сейчас вполне возможно, конечно, то, что у меня ещё токсичный толстяк ударил после этого. Ну да, тогда, скорее всего, понятно, почему я умер. Ладно, спускаемся на первый этаж. Ну и потом давайте посмотрим, ради интереса, сколько я потратил на зачистку первого этажа. То есть, мне уже самому интересно. Эта тема очень прикольная. И посмотрим, насколько эта тактика эффективна. Так, спускаемся вниз. Я, конечно... Ого, как мой труп здесь прикольно валяется. Ладно, это мы наденем по-быстрому. А потом натягиваем броню. И берём, наверное, раздолбанный разрушитель. И добьём вот эти вот морковки. Ну и смотрим, в общем-то, мы истратили, наверное, половину разрушителя, можно так сказать. Потом я истратил немножко мачете там на одну комнату. Но, наверное, оно вам даже не понадобится. Я не знаю, для чего я его убрал. Но на всякий случай. Потом я истратил 7 бинтов. Я истратил немножко вяленого мяса. Наверное, почти полтора стака морковки. То есть, это, ну, примерно. Но всё-таки почти полтора стака. Может быть, два стака. Ну, примерно как-то так. Ну, и потом по броне вы тоже видите. Больше половины. Потому что я и фейлил много. Ну, как фейлил. Один раз зафейлил. И потом я ещё попытался по этому проходу пройти. Тогда мне очень много урона прилетело. И ещё по хилкам тоже это немножко отобразилось. Ну, и, в общем-то, вот всё, что уходит у вас на зачистку, получается, первого этажа по этой тактике. Конечно, вам ещё придётся побегать там. А посмотреть другие места. В этом тоже ничего такого нет. Как бы не страшно. Блин, надо было мне взять мачете, наверное, в руки. И этого добить с помощью мачете. Давайте так и сделаем. У него 25 хп всего лишь. Всё, его мы забрали. Он даже урон не успел нанести. Это отлично. Почему яростный гигант на карте меньше, чем токсичный толстяк? Так, блин, сейчас ударит гадёныш. Ладно, 81 хп снял. Ничего страшного. Бежим, короче, обратно. А сейчас самое... Ох, блин, как же я словил ужасно тайминг. Просто ужасно. Блин, там ещё же один яростный гигант, который мне сейчас мешает. Окей, я понял, в чём прикол. Перезаходим в игру. Надеюсь, то, что в прогресс сохранилось то, что я убил одного токсичного толстяка. Который как раз-таки у нас там оставался. Блин, я просто неудачно по таймингу всё это сделал. Ну ладно, ничего страшного. У меня, кстати, есть ещё одна тема, которую вы тоже можете использовать. И этот даже яростный гигант вас не тронет. То есть, вот я получил от него урон только что. Но сейчас мы сделаем так, чтобы даже урона от него не получали. Так, а чё это? Почему разрушитель? А, это просто текстурка забагала. Окей, я понял. Ладно, сейчас я вам покажу, как сделать так, чтобы он нас вообще не трогал. То есть, даже его отводить никуда не придётся. Я вроде как-то пробовал. У меня отлично это получалось. Сейчас попробуем ещё раз тогда. По краешку вот так вот по стелсу идёте. И, по идее, он вас даже не палит. Ну и, в общем-то, вроде бы всё. Самое главное, чтобы тот ещё яростный гигант отходил именно. Потом я открываю эту дверь. И тут мы видим дальше у нас лазеры. Что вообще делать с этими лазерами? Вы быстро их пробегаете вот таким вот образом. Открываете дверьку. Он, естественно, на вас бежит. Но у нас есть шанс на то, что мы всё это успеваем. Всё мы это забираем. И потом просто резко выходим из игры. Так, вот он добежал. И я как раз таки вышел из игры. Всё, готово. Заходим обратно. И все эти вещи будут у нас в инвентаре. Если не будут эти вещи в инвентаре, то ещё раз это сделайте. Потому что прогресс иногда не успевает прогружаться. И из-за этого в инвентаре это всё не остаётся. Ну, давайте посмотрим. Вот просто мне самому интересно. Нет, в этот раз что-то не повезло. Ладно, окей, я понял. В этот раз что-то не повезло. Давайте ещё раз. Ничего страшного. Я ещё раз повторюсь то, что просто не успевает сама игра всё это в себе сделать. Хотя, знаете, я могу просто... Получается, как делать-то? Я просто нажимаю на кнопочку назад, потом выход из игры. Тогда точно должно... Чё? Блин, я понял, в чём прикол. Та фигня активировалась по прогрессу, а этот толстяк на меня сейчас агрится. Понял, блин. Вот это, конечно, обидно. Это я зафейл. Сейчас я эту комнату тоже заултать не смогу нормально. Блин, это действительно обидно. Ладно, ничего не поделаешь. Короче, забегаем. Походу, именно не засчитался тот момент, когда я забрал все вещи. Да, вот когда как раз-таки я начал всю эту тему лутать, тогда всё это не засчиталось. Теперь я нажимаю на кнопочку назад просто на телефоне и жму. Хотя, давайте я какую-нибудь броню из этой надену. И теперь выхожу. Всё, выход. Ну и теперь должно вроде бы как всё засчитаться. Давайте глянем. Конечно, тупо то, что он сейчас на меня агрится и будет проблема с открытием двери. Но вы сначала лучше заултайте, получается, комнату, где находится этот военный контейнер. Потому что так будет гораздо правильнее. А потом только уже бегите защищать ту комнату, где находится, получается, этот куча зомби. Ну всё, вроде бы всё как засчиталось. Он на меня бежит, но я поднимусь на нулевой этаж по-быстрому. Блин, это, конечно, тема очень тупая, то, что он на меня бежит. И у меня с этим будут действительно проблемы. Я, наверное, не смогу даже этот военный контейнер без его убивания заултать. То есть, если я не убью того, то я не смогу. Но, блин, по идее, ребята, я вам показал, как это всё сделать. Просто не фейлите, как я. И тогда у вас всё будет получаться. Как бы вы могли просто не идти в тот коридор, как я сходил. Потратил кучу хилок. Потратил нормально так по прочности брони. Вот, потом, что как я ещё зафейлил. Я, получается, умер один раз. То есть, я тоже отвёл как-то неудачно яростного гиганта. То есть, вы это можете вообще не делать. Обойти, как обошёл я. И просто выйти именно вот таким вот способом из игры. И тогда у вас всё засчитается. И вам даже отводить его никуда не придётся. Ну и, в общем-то, на этом тактика вроде бы себя исчерпывает. Все фейлы я вам рассказал. То есть, не делайте так же, как я. И у вас действительно всё получится. И вы сможете заултать первый этаж без каких-либо проблем. Не убивая ни одного яростного гиганта. Вот я, например, сейчас убью. Потому что я просто нупы зафейлил. И там неправильно кое-что сделал. Но вы, как бы, не делайте так же, как я. И у вас, естественно, получится. Ну, в плане не делайте так же, как я. Всё делайте так же, как я. Но не делайте фейлы, которые делал я. И тогда вот всё будет у вас точно отлично. И вы сможете заултать, не тратя вообще ни одной единички огнестрела. То есть, там я также показывал на том зомби. Это было ради проверки. Как бы, неважно то, что я сделал. Я потому что потом его просто отвёл. Ну и всё. Тактика на этом подходит к концу, ребят. Уже точно. Мне здесь выпали, ну, неплохие такие вещи. Я, естественно, всё сейчас это наверх перенесу. А потом провода я, наверное, оставлю. Ну и, в общем-то, вроде бы как всё, наверное, да. Конечно, вилка не выпала. Мог бы быть немножко эпик в ролике. Ну ладно, ничего страшного. То есть, самое главное показать вам было тактику. Поднимаемся на нулевой этаж. И на этом, наверное, я уже полностью заканчиваю ролик. Надеюсь, тактика вам понравилась. Я понимаю, конечно, то, что я взял её у другого ютубера. Но всё-таки, блин, он не снимает на русском языке. И многие просто, наверное, могли не понять. Я вот немножко так это перенёс на русский ютуб. К тому же я всегда оставляю ссылки на тех ребят, у которых я что-то заимствую. Так что мне кажется, что в этом ничего такого страшного нет. Ну и, в общем-то, ребята, с вами, как всегда, был Роман Флоки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии по поводу этой тактики. Может быть, кто-то там её уже использовал. Может быть, кто-то после моего ролика её использовал. Как бы, небольшой такой отзыв по этой тактике. Конечно, можете написать то, что она там рисковая. Можете написать то, что она крутая. И так далее. То есть, такие комментарии всегда приветствуются. Ну и, в общем-то, всем спасибо. Удачи, хорошего настроения. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!